Олимпийские надежды Рискованный трюк восстановили и решили включить в программу Спустя некоторое время этот элемент войдет в гимнастические справочники под названием петля-кормут Этот элемент действительно на то время он был сложнейшим элементом Но если вы посмотрите сейчас на гимнастические снаряды, в частности на брусья, которые элемент Ольга делала на брусьях, эту петлю-кормут Сейчас это совсем другие брусья и совсем другие элементы Время и технологии, индустрия, производство снарядов, совсем все другое, поэтому гимнастика все другая Этот элемент остался и вписан в историю гимнастики, ее имя тоже есть в истории гимнастики И вот когда Ольга выполняла свои элементы, особенно у нее такой знаменитый элемент петля-кормут или полет-кувырок Это была такая фантастическая линия, потрясающая Вот ноги были натянуты предельно Я всегда смотрела и любовалась, это потрясающе У гордой Оли почти не было подруг Она никому не говорила, что ей бывало очень страшно Уже много лет спустя в своей книге жила-была девочка, гимнастка признается Петли я всегда боялась До самого последнего дня в большом спорте, когда подходила к брусьям, сердце мое проваливалось в преисподнюю страха Ватные ноги, головокружение, тошнотворная слабость Мысль о побеге, о позорном побеге под улюлюканье всякий раз принимала реальные очертания Розыгрыш Кубка СССР по спортивной гимнастике принес сенсацию После исполнения обязательной произвольной программы среди женщин уверенно лидировала абсолютная чемпионка мира, Европа и СССР, Людмила Турищева Когда она получила за упражнение на брусьях 9,65 балла, казалось, что вопрос о первом месте предрешен Однако 17-летняя выпускница средней школы из города Гродно Ольга Корбут опровергла эти прогнозы А в 1972 году она отправилась в Мюнхен, преисполненная самых радужных надежд Но даже она не могла предположить, что сможет перевернуть не только весь ход олимпийских состязаний но и саму мировую гимнастику в целом В первый же день соревнований Ольга показывает на бревне свое сальто, сальто Корбут Огромный зал Шпорт Хали взорвался от восторга В историю вошла фраза комментатора ABC Это невозможно Ты когда-нибудь это видел? Нет, не видел Никогда ничего подобного не было сделано ни одним человеком На следующий день все мюнхенские газеты пестрят восторженными заголовками Ольгу называют вундеркиндом, любимицей Олимпиады и даже цыпленком советской команды со своим сальто, прыгнувшим прямо в сердце публики Она могла, конечно, там занять и первую очередь Первое место в многоборье и еще много выиграть в Мюнхене Потому что все судьи после ее выступлений После первого, второго особенно дня соревнований Все были судьи на ее стороне уже Судьи она победила, зрители победила Все были в восторге, смотрели только на нее Вся печать была и все телевидения целыми днями показывали, повторяли ее На третий день для гимнасток соревнований не было И спортсменки решили прогуляться по Мюнхену После родного Гродно было на что